16 глава 16 глава 16 глава 16 глава 16 глава 17 глава Собравшись там с женщинами И одна женщина Из города Фиатир По имени Лидия Закрывавшая Багреницей Чтущая Бога Слушала И Господь отверг сердце Ее внимать тому, что говорил Павел Когда же крестилась она И домашняя ее То просила нас, говоря Если вы признали Меня верный Господу То войдите в дом мой И живите у меня И убедила нас Случилось, что когда мы шли К месту молитвы Встретилась одна служанка Держимая духом прорицательным Которая через прорицание Приносила большой доход Господам своим Идя за Павлом и за нами Она кричала Говоря Эти люди рабы Бога Всевышнего Которые возвещают вам Путь спасения Это она делала Много дней Павел вознегодовав Обернулся и сказал Духу Именно Иисуса Христа Повеляю тебе Выйти из нее Дух вышел В тот же час Тогда Господа Господа ее Видя, что Исчезла надежда И их дохода Схватили Павла И силу И повлекли На площадь К начальникам И приведя их К воеводам Сказали Эти люди Будущие иудеями Возмущают наш город И проповедуют Обычаи Которые к нам Римлянам Не следует Принимать И исполнять Народ же Восстал на них А воеводы Соглав с них Одежды Велели Бить их Палками И надеясь Нанеся им Много ударов Вергли в темницу Приказав Темничному Стрезу Крепко Стеречь их Получив Такое приказание Он Вергнул Их В внутренней темнице И ноги Их забили В колодку Около полночи Павел и Сила Молились Воспевали Бога Узники Слушали их Вдруг Сделалось Великое Землетрясение Так что Поклевалось Основание Темницы Сточас Затворились И двери И у всех Оковы Спали Темница Темничный Жестраж Побудившись Увидев Что двери Темницы Отворены Взрек Меч И хотя Хотел Умертвить себя Думая Что узники Убежали Но Павел Возгласил Громким Голосом Говоря Не делай себе Никакого Зла Ибо Все Мы Здесь Он Потребовал Огня Вбежал В темницу И в трепете Припал К Павлу И в силе И Выведя Их Сказал Государь Мои Что мне делать Чтоб спастись Они же Сказали Веруй в Господа Иисуса Христа И спасен Будешь Ты И весь Дом Твой И проповедовали Слово Господне Ему И всем Бывшим В доме Его И взяв И в тот Час Ночи Он Омыл Раны Их И немедленно Крестился Сам И все Домашние Его И приведя Их в дом Свой Предложил Трапезу И Возрадовался Со всем Домом Своим Что Уверовал Бога Когда же Настал День Воеводы Послали Городских Служителей Сказать Отпустите Тех Людей Темничный Сляш Об Об этом Павлу Воеводы Прислали Отпустить Вас И так Выйдите Теперь И идите С миром Но Павел Сказал Нас Римских Граждан Без Суда Всерародно Били И бросили В темницу А теперь Тайно Выпускают Нет Пусть Придут И сами Выведут Нас Городские Служители Пересказали Эти слова Воеводам И те Испугались Слышав Что Эти Римские Граждане И придя Извинились Перед ними И Выйдя Просили Удалиться Из города Они же Выйдя Из темницы Пришли К Лидии И Увидев Братьев Наставили И И Наставили И И отправились Пройдя Через Амфиполь И Аполлонию Они пришли В Фессалоникею Машелся Фессалонику Где Была Иудейская Синагога Павел По своему Обыкновению Вошел К ним И Три Субботы Говорил С ними Из Писаний Открывая И доказывая Им Что Христу Надлежал Пострадать И воскреснуть Из мертвых И что Сей Христос Есть Иисус Которого Я проповедую Вам И некоторые Из них Уверовали И присоединяясь К Павлу Иссилия Как Из Элинов Идущих Идущих Бога Великое Множество Так и Изгнанных И Знатных Женщин Немало Но Неуверовавшие Иудеи Возревновав И взяв С площади Некоторых Негодных Людей Собрались Толпой И возмущали Город Не приступив К дому Из Иосона Домогались Вывести Их К народу Не найдя Их Повлекли Иосона И некоторых Братьев И городским Начальникам Кричали Эти Все Свет Все Светные Возмутители Пришли Сюда Ариан Принял Их И все Они Поступают Против Повеления Кесаря Почитая Царем Другого Иисуса И Стревожив Народ И городских Начальников Слушали Это Но Эти Получив Удостоверение От Иосона И прочих Отпустили Их Братья Немедленно Ночью Отправили Павла И силу В Верею Которые Прибыв Туда Пошли В синагогу Иудейскую Здешние Были Благомысленные Фессалоникийских Благомысленные Фессалоникийских Они приняли Слово Со всем Усердием Ежедневно Разбирая Писание Точно ли Это так И многие Из них Уверовали Из Иллинских Почтенных Женщин И из Мужчин Немало Но когда Фессалоникийские Иудеи Узнали Что Верея Проповедует Павлом Слово Божие То пришли И туда Возбуждая И возмущая Народ Тогда Братья Тотчас Отпустили Павла Как будто Идущего К морю А Сила И Тимофей Остались Там Сопровождавшие Павла Проводили Его До Афин И получив Поручение К Силе И Тимофею Чтобы они Скорее Пришли К нему Отправились В ожидании Их В Афинах Павел Возмутился Духом При виде Этого Города Полного Идолов И так Он Рассуждал С иудеями И с Чтущими Бога В Синагоге И ежедневно На площади Со встречающимися Некоторые Из Эпикурейских И Стоических Философов Считали Спорить С ним И одни Говорили Что хочет Сказать Этот Суислов Другие Кажется Он Проповедует О чужих Божествах Потому Что Благовествовал Им Иисуса И воскресенье Потому Что Потому Что Он Благовествовал Им Иисуса И воскресенье И взяв Его Привели В Ария О Пак И говорили Можем Ли мы Знать Что Это За Новое Учение Проповеданное Тобою Ибо Что-то Странное Ты Вкладываешь В уши Наши Поэтому Хотим Знать Что Это Такое Афиняне И живущие У них Иностранцы Ни В чем Охотнее Не проводили Время Как в том Чтобы Говорить Или Слушать Что-нибудь Новое И Павел Став Посреди Ориопага Сказал Афиняне Посему Вижу Я Что Вы Как бы Особенно Набожны Ибо Проходя И осматривая Ваши Святыни Я нашел И жертвенник Которому Написано Неведомому Богу Всего То Которого Вы не Знаете Чтите Я Проповедую Вам Бог Сотворивший Мир И все Что в нем И будучи Господом Неба И земли Не В рукотворных Храмах Живет И не Требует Служения Рук Человеческих Как бы Имеющих В чем Либо Нужду Сам Давая Всему Знать И Дыхание И Все От Одной Крови Он Произвел Весь Род Человеческий Для Обитания По Всему Лицу Земли Назначив Назначив Пред 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 Времена И Пред Пред Их Обитанию Чтобы Они Искали Бога И Ощутят Ли Его И не Найдут Ли И не найдут Ли Хотя Он И не дел Далеко От Каждого Из Нас Ибо Мы Им Живем И Движемся И Существуем Как Некоторые Из Ваших Стихотворцев Говорили Мы Его И Род И Род И Так Будучи Родом Божиим Не Должны Думать Что Божество Подобно Золоту Или Серебру Или Камню Получившему Образ От Искусства И Вымысла Человеческого И Так Оставляя Времена Неведения Бог Ныне Повелевает Людям Всем Повсюду Покаяться Ибо Он Назначит День Который Будет Праведно Судить Вселенную Посредством Предопределенного Им Мужа Подав Удостоверение Всем Воскресив Его Из Мертвых Услышав О Воскресении Мертвых Они Насмехались А Другие Говорили Об Этом Послушаем Тебя В Другое Время Итак Павел Вышел Из Среды Их Некоторые Жи Мужи Пристав К нему Уверовали Между Ними Был Дионисий Ариопагит И Женщина По имени Дамарь И Другие С ними